В правительстве Дагестана прошло расширенное заседание под руководством премьера Абдусама Дагамидова. Обсудили три вопроса. Итоги размещения заказов для госнужд, социально-экономическое развитие горных территорий и реализацию приоритетных проектов в муниципалитетах. Было отмечено, что за первое полугодие 2015 комитетом по госзакупкам опубликовано 1576 закупок на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По завершенным процедурам общая экономия бюджетных средств составила 184 миллиона 600 тысяч рублей, или 4,6%. Для сведения в так-то аналогичный период прошлого года, 3,11% с дагестанскими поставщиками, заключено 2749 контрактов на сумму 2 миллиарда 459 миллионов рублей, или 61% от общей суммы контрактов. Что касается развития горных территорий, то в последние годы остро стоит вопрос с оттоком населения на низменность. В республике сформирована правовая база по этой проблеме. На муниципальном уровне утверждены схемы территориального планирования всех районов. Ведется разработка генеральных планов поселения. Мы все еще встречаемся с множеством проблем, не позволяющих обеспечить сбалансированные развития территориальных зон, горных и альнинах районной республики. Анализ показывает, что за 2014 год объем инвестиций в основной капитал, за счет всех источников финансирования на душу населения по районам горной зоны составляет 15,5 тысяч рублей. Абдусамат Гамидов поручил правительству провести анализ районов с развитой социальной инфраструктурой и не очень. И как повлияло это на отток населения с гор. Где более-менее благополучный район за счет социальных объектов и неблагополучный район социальных, как это, например, влияет. Мы все условно знаем, если будет хорошая дорога, хорошая школа, хорошая больница, это очень удобно населению. Мы, понятно, мы, государство, должны потихоньку это все создавать и в горах. Из-за того, что люди в горах живут, они не должны хуже жить, чем на равнине. Продолжение следует...